Мы с вами рассматривали социальный прогресс. Мы рассматривали их как два момента развития. В каждом развитии, в любом развитии, есть противоположные тенденции. Одна – это тенденция движения низшего к высшему, она называется прогресс. И противоположное движение высшего к низшему – это регресс. А сейчас мы должны остановиться на том, какие виды могут быть прогресса. Вот прогресс может быть постепенным. Когда идут постепенные изменения, это называется эволюционным развитием. Эволюционное развитие. А если совершаются определенные скачки, а скачки – это перерыв постепенности, то тут ситуация двоякая. Либо перерыв постепенности связан просто с определенными качественными изменениями, и только. Либо это целый переворот. Вот если этот переворот совершается, или можно расценить этот качественный скачок как некий переворот, тогда употребляют понятие революции. Понятие революции употребляется не только по отношению в целом к социальной революции. Мы знаем, что говорят о революции, допустим, промышленной. Что такое промышленная революция, если вдруг выросла производительность труда? Это революция? Нет. Когда можно говорить о революции? Допустим, был преимущественно ручной труд, а на место ручного труда пришел труд машинный, и стал труд преимущественно машинный. Тогда можно сказать, что переворот. Потому что было преобладание ручного труда, а теперь стало преобладание машинного труда. Конечно, это изменило всю структуру производства, и производство в целом. Можно это рассматривать как промышленную революцию. И мы знаем, что когда проходила промышленная революция, производительность труда повышалась не на 5%, не на 10%, а на 100%, на 1000% и несколько тысяч процентов, потому что при переходе от ручного труда к машинному очень сильно изменяется производительность труда. говорят о научно-технической революции. Вот понятие научно-технической революции сформулировать вполне возможно. Научно-техническая революция – это такая революция в технике, которая подготовлена соответствующими изменениями в науке и совершается благодаря бурному применению научных достижений в производстве. Вот это понятие научно-технической революции. Но для того, чтобы можно было говорить о научно-технической революции, должны быть не какие-то изменения в технике, и не какие-то формы внедрения научных достижений. Потому что уже современное производство, и Маркс об этом уже писал в «Капитале», это производство, которое является технологическим применением науки. То есть наука. Она формулирует, собственно, тот объект, который надо произвести. Она указывает, какой нужно взять предмет труда, какими средствами производство его обрабатывать. Средства производства – это идеи, воплощённые в металле, правильно? И вот у Маркса есть такое высказывание, что наука, воплощаясь в основном капитале, то есть превращаясь из простых идей, из теорий, воплощаясь уже в машины, механизмы, средства производства, воплощённые в этих средствах производства, наука становится непосредственной производительной силой. И некоторые товарищи выдёргивают это утверждение и просто говорят, что наука стала непосредственной производительной силой. Наука не является непосредственной производительной силой. Ни наука может создавать идеи. Никаких предметов, никаких материальных объектов наука не создаёт. Это не функция науки, и вообще наука состоит не в этом. Поэтому как раз тот самый смысл, на который Маркс обращал внимание, что воплощается в основном капитале, наука становится непосредственной производительной силой, реализуется в новых средствах производства, реализуется в новых приёмах производства, которые связаны с этими средствами производства, тогда наука становится непосредственной силой. А без этого она просто остаётся чем? чем всеобщая общественная производительная сила, поскольку она влияет на производительность общественного труда. Так вот, научно-технической революцией можно считать такой переворот в технике, который переворот именно, потому что слово революция означает переворот. Есть переворот, есть революция, нет переворота, нет революции. А если имеются некоторые небольшие изменения, вот, например, сейчас вы посмотрите на современный мир и увидите, что в крупнейшей стране, капиталистической части мира, в Соединенных Штатах Америки, темпы роста примерно 2,7. Это большие темпы роста или низкие? Это низкие темпы роста. Как можно при наличии таких низких темпов роста говорить о какой-то революции? Тем более, если мы возьмем Россию, когда здесь темпы роста близки к нулевым. Так сказать, к нулевым или к 1% на уровне статистической погрешности. Поэтому имеет место такое явление, когда действительное применение научных достижений в производстве, действительное развитие, действительный прогресс научно-технический подменяется словесным прогрессом. или, скажем, преувеличением значения информационных технологий. Вот, скажем, мы можем все вооружиться телефонами или, лучше сказать, радиоприемниками, передатчиками. Если с точки зрения научной это посмотреть, это же не телефоны, это передатчики и приемники. И будем друг другу сообщать, ну, как у вас на заводе. До нас на заводе не повышается производительность труда, а у вас на заводе. И мы можем связываться по всей Руси Великой. И мы получим одну и ту же картину. Низкие темпы роста производительности труда. И от того, что мы все время это обсуждаем, и в сетях будем обсуждать, и будем печатать на эту тему газеты, и выступать на эту тему по телевидению, и от этого научно-технический прогресс не ускоряется. Это есть некая констатация. Ну вот, что касается особых концепций научно-технической революции, которые разработал английский философ Бертран Рассел, у него задача была другая, дескать. Вот, дескать, не надо никаких социальных революций, а вот будет научно-техническая революция, она все проблемы заодно и решит. Поэтому не надо как бы дергаться, не нужна никакая классовая борьба, не нужна организация рабочего класса, не нужны соответствующие политические партии, вообще ничего не надо, все будет решено само собой в ходе научно-технического прогресса. Когда мы видим и наблюдаем очень хорошо, что, скажем, если есть научно-технический прогресс, и есть рост производительности труда, то вместо того, чтобы сократить рабочее время работающим, ну, если скажем, за более короткое время, можно создать то же количество продуктов. Значит, можно работать не 8 часов, а 7 или 6, и отпуск сделать не 30 дней, а 35 или 40. То есть вместо того, чтобы высвободить время работнику для его свободного развития, вместо этого мы видим просто, с одной стороны, сокращение числа непосредственно их производителей материальных влаг и увеличение числа социальных паразитов, которые живут чужим трудом. Вот все это надо иметь в виду, когда мы подходим к вопросу о социальной революции. Что такое социальная революция? Есть два понятия социальной революции. Это одно понятие в узком смысле, только как политической революции. Она бывает одномоментно, занимает один день или несколько дней, когда на место старой власти или власти реакционного класса приходит власть класса прогрессивного. Почему тогда это переворот? Потому что те, кто подчинялись, теперь начинают господствовать, становятся господствующим классом, а те, кто господствовали, становятся классом подчинённого. Вверх и вниз меняются местами. Подходит это под понятие переворота? Подходит. То есть всякие революции – переворот. Но не любой переворот – революция. Если происходит изменение или смена власти в рамках одной и той же общественно-экономической формации и в рамках одного и того же класса, одна группировка правящего класса сменяется другой группировкой правящего класса, можно это считать революцией? Нельзя это считать революцией. Пример. Вот вы, наверное, знаете, что в Египте победили на выборах братья-мусульмане. А нынешнее руководство Египта организовало военный переворот, и прогрессивные военные сместили этих братьев-мусульман, несмотря на то, что они были избраны демократическим путём, и установили светскую власть в Египте снова, светскую, которая, конечно, более прогрессивна. Но какой был класс в Египте во власти, когда были братья-мусульмане? Ну какой? Бружазный, правящим. А какой теперь класс в Египте? Ну хорошо, правящий тоже бружазный, тот же самый класс. Поэтому никакой, так сказать, политической революции тут не произошло. Поскольку люди, которые пишут, особенно наши коллеги-журналисты, безграмотные в этом отношении, они пишут, например, что вот, дескать, произошла революция Рос. Где революция Рос произошла? Не знаете, по кого писали? Про Грузию. Преснопамятный Саакашвили пришёл к власти путём революции Рос. А до Саакашвили какой класс стоял у власти? Бружазия грузинская. А после того, как Саакашвили пришёл к власти, какая власть стала в буржуазии, власти в Грузии? Бружазная осталась. Какая революция? Никакой революции не произошло. Это, так сказать, дворцовый переворот. Или мы, значит, слышали такое понятие, название, как революция Тюлюпанов. По отношению к какой стране это слышали? Не вспомните? Это относилось к Киргизии. Одна группировка буржуазного класса сменила другую группировку буржуазного класса. И это назвали революцией Рос. На самом деле есть тут революция? Нет революции, потому что никакого переворота, в таком смысле, в каком он понимается, когда говорится о социальной революции, что на место угнетённого, допустим, правящего класса буржуазного, пришёл угнетённый класс, там, рабочий класс. Нет такого, ещё подобного, как была правящим классом буржуазии в Киргизии. Так она и остаётся в Киргизии. Хотя, можно сказать, что нынешняя власть достаточно прогрессивная по сравнению с более реакционными кругами. Вот, скажем, в Киргизии очень тесное отношение имеется с Россией. Русский язык в Киргизии второй государственный. Его русский язык учат больше, чем киргизский. И надо сказать, что вот у нас не только работают приезжие киргизы, но приехавшие киргизы заводят здесь семьи, остаются здесь, получают гражданство, но и у нас такая некоторая уния, получается, с Киргизией очень сильная. Тем не менее, никакой там революции в Киргизии, когда совершался переворот под названием «революция Рос», никакой революции не было. Революция – это редкость. Сколько всего может быть революции? Легко пересчитать достаточно пяти пальцев на одной руке, потому что революция – это переход от одной, в широком смысле революции, в глубоком смысле переход от одной формации к другой. А этот переход всегда предполагает и смену власти, смену одного класса на другой, смену реакционного класса на прогрессивный. Но в целом переворот свершается и в экономическом отношении, и в политическом. Это довольно-таки долгий процесс, который, например, в России и СССР занял 18 лет. 18 лет – это было время перехода от капиталистической, общественно-экономической формации, от капитализма к социализму. Потому что социализм был построен только в 1935-1936 году, а до этого был переходный период от капитализма к коммунизму. Ну а всего таких революций, сколько мы, может быть, в истории, сколько в истории знает таких революций? Всего пять. Первая революция – это переход, даже не пять, а четыре, от первобытно-общенного коммунизма к рабовладению. Второй переход – это переход от рабовладения к феодализму. Третий, третья революция – это переход феодальный, феодализма к капитализму. И четвёртая революция – это переход от разного строя к коммунизму. И всё. Всего существует четыре революции, известно нам. И вот сейчас в какую эпоху живём? Мы живём в эпоху, когда уже первобытного коммунизма нет, рабовладения нет, феодализма нет. Такие остатки чисто внешне остаются. Есть ещё короли, есть королева в Англии, которая никакой роли не играет, она представляет собой такой музей, который должны, я думаю, музеологи приветствовать, потому что вот одно дело там показываешь фигуру королевы, там какую-нибудь делать её искусственную, а другое дело вот она в живом виде ходит, надо только ей платить, и есть принцессы, которые родственники этой самой королевы, её дочери. Так что это очень хорошо для показа истории феодализма. Хотя ни в какой политической жизни сама королева не участвует. И тронную речь королевы читает не она, и пишет не она. И вообще никакого значения в политике она не имеет. Потому что это всё в прошлом. Это фигуры прошлого, хотя эта фигура теперь превратилась просто в музейную фигуру, и такой такой оригинальный музей имеется во Франции. Наверное, вы иногда наблюдаете, что с президентом... В Англии. С президентом России встречается, допустим, король Бельгии, или король какой-нибудь ещё страны, или принц, или шейх. Ну, это всё, так сказать, некоторые остатки тех режимов, которые были. Хотя, если возьмём Ближний Восток, там ещё и остатки в политическом отношении есть, в феодальной власти и переходы её по наследству. Тем не менее, экономика там уже глубоко капиталистическая, построена на наёмном труде, и она, эта экономика, уже вошла в экономику империалистическую, мировую. Вот картина, которую мы имеем на сегодняшний день. Соответственно, если мы знаем, что такое революция, мы можем понять и что такое контрреволюция. На контрреволюции есть обратный переворот. Если был один строй, более прогрессивный, то если происходит обратный переворот, и на место прогрессивного класса вновь приходит реакционный, то тогда мы говорим о контрреволюции. А если после этой контрреволюции реставрируется, то есть возобновляется, воспроизводится вновь предшествующий строй, который уже был низложен, который был заменён новым, более прогрессивным, это называется реставрация. Мы знаем, что такая реставрация была во Франции, контрреволюция была во Франции после буржуазной революции. Правда? После буржуазной революции во Франции восстановилась снова феодальная монархия, пошла реакция по всем линиям, но потом снова прогресс взял вверх, и всё-таки Франция стала буржуазной. Вот в России, в Советском Союзе, после того, как правящая партия на 22-м съезде отказалась от главного марксизма, от диктатуры пролетариата, то есть отказалась от классовой борьбы, то есть отказалась от того, что обеспечивает общественный прогресс, ну и как бы теоретически сформулировала и решением съезда закрепила отказ от борьбы за социализм по существу. Это привело к чему? Что привело к тому, что в России стала свержаться контрреволюция. Можно сказать, что политически она совершилась на самом 22-м съезде, потому что если правящая партия сама отказывается от того, что составляет само существо власти социалистической диктатуры пролетариата, если она от неё отказывается, считайте, что от имени рабочего класса коммунистическая партия отказалась от власти рабочего класса. И мы уже видели, что в 1962-м году в Новочеркасске по заданию Крущёва, который руководил правительством и первым секретарём его возглавлял правительство, были расстреляны рабочие, которые приявляли требования, которые являются обычными для рабочего класса во всём мире. Не только в России, но и во всех других капиталистических странах. Какие требования? Не повышать цены и не понижать расценки. Расценки на работу, чтобы у рабочих не падала заработная плата. И вот против них были применены и танки, и расстреляли рабочих, поскольку дети смотрели на то, что происходит, залезая на деревья, и погибли и дети. После этого как бы расстались залпы. Поэтому уже если в 1961-м году кто-то ещё не понимал, что произошла контрреволюция, то уже в 1962-м году, когда вот эти жертвы последовали, она показала своё лицо. Ну и а сколько проходила контрреволюция социальная, то есть сколько времени необходимо было для того, чтобы у нас один общественно-экономический строй в СССР, а именно строй, который назывался коммунистическим, но в первой фазе, в низшей фазе коммунизма, то есть при социализме, заменился строем капиталистическим. Прошло 30 лет. 1961-го 1991-й год. 30 лет. Это, конечно, говорит о том, что вот нынешние рассуждения, что вот социализм развалился, или Советский Союз развалился, они не соответствуют действительности, потому что 30 лет боролись социализмом внутри и изнутри и извне, пока, наконец, контрреволюция не завершила свое дело, и у нас установился буржуазный строй. В чем я вас и поздравляю, мы с вами находимся в буржуазной России с 1991-го года. Буржуазный уже не в смысле только политическом, а в смысле уже и экономическом. Ну, скажем, я вас спрошу, а в каком году был уничтожен Советский Союз, возможно, вы правильно и не ответите. Хотя это очень крупное событие. Это крупнейшая страна, одна из самых крупных стран мира и прогрессивная, которая первой запустила в космос. Сначала спутник, потом человека. Первая сделала водородную бомбу. Америка сделала первую атомную бомбу. То есть страна высокого развития науки, технологий, бурных темпов роста, производительность труда. Когда был ликвидирован Советский Союз? Скажите, пожалуйста. 90. А? 90. Не слышу? 90. Тернано не слышу. 90-го июня. Так, в 90-м году 12-го июня. Тогда, когда была принята так называемая Декларация независимости России. Ну вот. То есть, такой переворот, который на место класса реакционного ставит прогрессивный, это революция. А такой переворот, который на место прогрессивного класса ставит реакционный, это контрреволюция. И вот прогресс социальный, он включает в себя такие скачки и перевороты, которые называются или социальными революциями, если идёт движение вперёд, или социальными контрреволюциями, если идёт движение назад. При этом надо нам, для того, чтобы за этим следить, нужна соответствующая методология. А в чём суть методологии марксизма по отношению к истории? По отношению к истории суть методологии марксизма состоит в том, что надо материалистически подходить к историческому процессу. Материализм, применённый к истории, как называется? Материализм, применённый к истории, называется историческим материализмом. А что ему историческим материализмом может в теории, в науке, в философской противостоять, но если идеализм применяется в истории? То есть, когда исторические какие-то события крупные объясняются не материалистически, а вот какими-то представлениями, взглядами, желаниями людей, или тем, что кого-то выбрали, за кого-то кто-то поголосовал. Вот когда вот этими вещами объясняется движение истории, это называется исторический идеализм. А что является основополагающей приспосылкой или посылкой исторического материализма? Положение о том, что общественное бытие определяет общественное сознание. А раз оно определяет общественное сознание, то, соответственно, и действия людей, потому что люди в своей деятельности ставят цели, исходя из своего сознания, исходя из того, какое у них сознание. Если сознание буржуазное, они ставят буржуазные цели. Если сознание пролетарское, они ставят пролетарские цели и так далее. Что гласит исторический материализм приметельно к обществу? Общественное бытие определяет общественное сознание. Поэтому, если у нас произошла реставрация капитализма, мы находимся в буржуазной России, какое у нас сознание современной России в массе своей, в большинстве голов? Какое? Буржуазное. Поэтому, вот если это твердо усвоить, то никакого большого ажиотажа вокруг очередных людей не будет, потому что, как вы понимаете, если в большинстве голов находится буржуазная идеология, то какие партии должны победить? Партии буржуазные или пролетарские, или мелкобуржуазные? Буржуазные. Поэтому никаких переворотов, никаких больших каких-то изменений, никакие выборы нести не могут, никогда не несли. И этот шум продолжается только в какой-то краткий период, когда проходят выборы, потом этот шум заканчивается, и уже больше никто про них не вспоминает. Тут уже наступил сейчас такой момент, когда только закончились выборы, было много разговоров, выступлений и так далее. Ну, о чем тебе? Никто и не обсуждает, никому и не интересно. А что могло быть раньше? Ну, вот я, скажем, как специалист в этой области, я за месяц до выборов записал такой ролик, кто победит на выборах, где я объяснил, что в силу того, что сознание буржуазное, соответственно, как будут распределены все места. Ну, этот ролик посмотрело больше, чем 300 тысяч человек. И самое интересное, что когда выборы прошли, продолжали еще смотреть, хотя вроде бы чего смотреть уже в этом, потому что вы удивлялись, откуда, как это вот, откуда можно такое сделать, так сказать, выводы или прогнозы. Хотя это совершенно элементарно для тех, кто владеет методологией. Ну, вот, скажем, у нас не так давно проходили выборы в Думу, и мы увидели, как распределяется электорат. Правильно? Мы все знаем, что в Думе одна лишь Единая Россия имеет более половины места. Это значит, более половины населения голосует за Единую Россию. Это известно? Известно. И что эти люди под воздействием предвыборной агитации в течение полутора месяцев? Они их будут, бросят голосовать за Единую Россию, и станут голосовать за что? За справедливые. Ну, это все в рамках буржуазного класса. А те, кто за справедливые, могут голосовать за Единую. И все. И это вот с прочной сложившейся электорат. Или люди голосовали за компартию Российской Федерации. Она является партией мелкобуржазной, поскольку она продолжает эту линию, которая была на 22-м съезде, о том, что государство, диктатура, кратериат, заменяется общенародным. Они все вооружены шарфами, на которых написано «народовластие». То есть, как бы, у них есть такой знак «мы хрущевцы». И вот за эту партию, как бы, за ту партию, которая держится за то, с чем умерла КПСС, вот за нее голосует тоже достаточно много. Вот она получает второе место. Ну, кто голосует за КПРФ, он же не пойдет голосовать за Единую Россию, правильно? И не пойдет за справедливую. И наоборот. Те, кто голосует за справедливую Россию и за Единую, не вот как пойдут голосовать за КПРФ. Конечно, этот разговор не с точностью до единицы. Допустим, сотня тысяч туда или сотня тысяч сюда, когда идет счет на десятки миллионов, когда считаются выбраны голоса, он не имеет принципиального значения. Или те, скажем, бандиты или полубандиты, или дураки, которые голосуют за ЛДПР. Их тоже нужно окучивать и направлять в том же самом буржанном направлении, чтобы их голоса не пропадали. Что они просят голосовать за ЛДПР, и начнут голосовать за коммунистов? Вы можете в это поверить? Нет, конечно. Ну, а те люди, которые вообще не кандидаты, которые никаких партий не представляют, не создали, они ничего и не соберут. Они ничего и не собрали. Потому что если человек даже не может сделать политическую партию, не выработать такую программу, которая бы устойчиво реализовывалась, и собирала бы вокруг себя миллионы, ну, неужели вот именно потому, что он что-то скажет, или где-то выступит в какой-то газете, или газета президента, как Явлинский написал, что тут за него был... Мы прекрасно знаем, что раз они не имеют соответствующего веса в обычное время, то и на выборах они веса иметь не будут. Поэтому там такие маленькие проценты, и всё. Поэтому вот этот взгляд, который мы с вами тут развиваем, серьёзный такой взгляд, историко-материалистический, позволяет на эти события исторически смотреть с более глубоких позиций, с пониманием того, что действительно определяющим является в человеческой истории общественное бытие. А общественное бытие – это производство и воспроизводство непосредственной жизни. А что такое производство и воспроизводство непосредственной жизни? Во-первых, это непосредственно производство людей. Потому что если люди не будут производиться, История закончит своё существование. И несмотря на то, что мы все об этом знаем, но от этого не надо абстрагироваться, от того, что производство людей – это первое непременное условие воспроизводства общества. Поэтому рождение и воспитание детей, общественное их воспитание, поскольку это социальный процесс, общественный, это первое. И второе, для того, чтобы общество могло воспроизводиться, оно должно есть, пить и одеваться. С точки зрения материалистической надо это понимать. Чтобы есть, пить и одеваться, общество должно производить материальные блага. Материальные блага – это и есть блага, которые существуют для обеспечения существования и развития общества. На ранних этапах развития человечества, которые мы знаем как первобытный коммунизм, на первом месте было производство людей по значению, по влиянию. На ход всех общественных событий. Потом ушло на второе место. Вот как раз когда началась эпоха рабовладения, это значит, что уже производительные силы, то есть средства производства и люди развились настолько, что производство материальных благ, вещей, стало иметь больший вес, чем производство людей. И производство людей стало этому подчиняться. Стало подчиняться и форма семьи. Вот если вы прочитаете замечательную работу Энгельса, исключительное в своем роде происхождение семьи, частной собственности и государству, вам это очень понравится. Это краткая работа, во-первых. Это не может не понравиться студентам, что она краткая. Во-вторых, блестящая по форме. Во-вторых, это история на пути от первобытного коммунизма до современного капитализма. То есть это очень большое сокращение. То есть когда, прочитав одну маленькую книгу, вы можете, так сказать, иметь какую-то общую картину развития истории, которую вот все другие предлагают через многотомные издания получить. Это сложно. Энгельс. Происхождение семьи, частной собственности и государства. Она переиздавалась неоднократно, в том числе в наше время. Я вот в нашем университетском магазине, когда был очередной выпуск, купил эту книжечку, маленькую, в серии «Азбука классика» с таким большим портретом Энгельса, с такой большой бородой. Вот. И подарил своему глазному врачу. Потому что оказалось, что у глазного врача папа был Энгельс. Потому что у него отчество было там Виктор Энгельсович. Я говорю, а вы читали вот эту работу Энгельса? Он говорит, нет. Я ему подарил. А потом он мне говорит, надо же, как интересно. Я никогда не думал. Человек узнал, в честь кого назвали его отца. Ну так вот, определяющим человеческой истории является производство и воспроизводство непосредственной жизни. И на первое место уже в период рабовладения выходит материальное производство. И это материальное производство теперь на этом первом месте стоит. С одной стороны, настолько оно ключевую роль играет ведущих, что уже и забыли, что производство людей тоже играет роль. То есть кровно-родственные отношения, которые выражаются в том, что племянников называют от слова племя. Правильно? Племянники. Кто такие племянники? Это дети родных, сестер, братьев и так далее. Но, конечно, у вас, если одна сестра или две, это одно дело. А когда было 13 детей, в царской еще России, или там в той семье, где родился Ленин, сколько было здесь? То ли 4, то ли 5 человек, я точно не знаю. Но, по крайней мере, не 2. Пять, да? Шесть. А? Шесть. Шесть. Вообще. Ну, сколько всего? Шесть. Шесть человек. Можете себе представить. То есть большие были семьи. И поэтому, представьте себе, сколько было было. Вот если у вас пять сестер или братьев, так сколько у вас племянников, а у них по пять, по шесть детей. Так это целое племя, на самом деле. Сколько племянников. Ну, сейчас это все в малых масштабах. Но, скажите, пожалуйста, вот вся уже власть, кроме там Арабских Эмиратов, передается не по наследству, а через, как бы, выборы. Политическая власть. Не столько передается, сколько сохраняется с помощью выборов. Вот, скажите, пожалуйста, экономическая власть как передается сейчас вот в современном российском бурратном обществе? Ну, как вы? А? Естественное. Что значит естественное? А что для вас? Естественное. А? Наследство. Так наследственное, значит, это кровнородственным образом. То есть, вот, скажем, несчастный Дерипаска, против которого применили санкции, обедневшие уже сразу забеспокоился Дмитрий Анатольевич, надо помочь. Вам-то чего помогать? Обойдетесь под стипендии по полторы тысячи? Вот. А надо помочь Дерипаске, потому что количество миллиардов теперь оценивается. Ведь ничего у него не произошло. У него ничего ведь не отняли. То есть, никакие реальные средства производства, которыми он владеет, у него не отнято. А у него получилась доля уже у него меньшая, то есть, акции меньшие, то есть, он управляет уже гораздо меньшим объемом акций. Поэтому в этом смысле его богатство сократилось на несколько миллиардов. Но он так не обеднел, потому что если у человека там 17 или 15 миллиардов, а стало 13 или 14, это, так сказать, эти флуктуации и колебания, которые им, в общем, переживут. Никакие яхты и корабли они не продают, никакие острова. Никому не отдают. И как бы перебиваются. Нам надо им помочь, конечно. Так что, если у вас есть лишние денежки, задавайте мне, я передам дерипаске и другим подвергнутым американским санкциям. Ну, а если они будут сдавать для студентов, то я вам передам тоже. Но что-то я не встречал таких миллиардеров, которые видели таких миллиардеров, которые бы пожертвовали студентам. На свои выборы они потратить могут, там, как Прохоров, несколько, там, полтора-два миллиарда. Это нет проблем. А что касается на помощи, тем, у кого низкий доход, что там вот это они не наблюдают сейчас. Ну, ничего удивительного в этом нет, так сказать. То есть, если капитал – это самая возрастающая стоимость, причем возрастающая за счет чужого, неоплаченного труда, то люди, которые олицетворяют капитал, они олицетворяют эту самую наживую. Поэтому ожидать от них, что они будут кому-то помогать, довольно странно. Хотя иногда вот они какие-нибудь делают благотворительные акции, чтобы, так сказать, это все выглядело красиво. И вот, что мы наблюдаем, что вся экономическая власть, вот всех этих миллиардеров, миллионеров, она передается по наследству. То есть, кровнородственным путем. Так как политическая власть передавалась при феодализме, тут вроде бы как давно уже ушли от феодализма, уже и социализм прошел, теперь уже опять капитализм. И тут вдруг экономическое влияние, экономическая власть снова передается кровнородственным путем. Как с этим бороться? С этим, прежде всего, начали бороться сами миллиардеры. Как они стали бороться? Они придумали новый закон, что кроме обычных семейных отношений, которые в кодексе о семье, в семейном кодексе заключены, они придумали брачный договор. Вот, так сказать, какой-нибудь миллиардер, он когда бы женится, он заключает со своей невестой договорчик, что в случае развода, а кто от этого гарантирует? Никто не гарантирует, особенно когда человек богатый, а жена у него стареет, вот появляется желание найти более молодую, потом снова более молодую, потом еще более молодую и так далее. То, согласно договору, получается, что он этой жене оставит брачную квартирку и какую-нибудь машину, дачу. Ну, завод-то не оставит. А вот те, у кого нет такого брачного договора, начинают требовать миллиардеров половину. Ну, раз как по семейному кодексу муж и жена делят между собой поровну имущество, нажитое в браке. То есть, вот если он получил этот завод до брака, то да, это не для его. А вот если вот завод получен им же, но во время брака, то это должно делиться пополам. Ну, или сам завод, или деньги. Стоимость этого завода делится пополам. Если это акции, значит, акции делятся пополам. Ну, вот, значит, уже эти действия предприняты, и уже наши, в том числе Абрамович, он уже, по-моему, третий брак, такой заключает, какой брачный договор. Так что всё идёт хорошо. Вот это сейчас решается. Вот, так сказать, как-то пытаются вот эти кровнородственные отношения корректировать, чтобы они не мешали в разном отношении. Это с одной стороны. С другой стороны, наличие кровнородственных отношений и передача по наследству экономической власти может быть конверсирована, то есть превращена во власть политическую. Как это делать? Как вы считаете, можно это сделать? Если у меня есть миллиарды, могу я получить дополнительное политическое влияние с помощью этого? Причём строго по закону. Строго по закону, по законам нашего общества, никаких нарушений. Как это выглядит? Могу рассказать? Вдруг у вас окажутся лишние миллиарды? Так вот, на этот случай, если захотите усилить своё политическое влияние, например, стать депутатом Госдумы, чтобы вы это могли сделать. Вот представьте себе, ну, давайте будем считать, что вы у нас, как был Зюганов, руководитель фракции КПРФ, Государственной Думы. Ну, вы не хотите Зюганов, возьмите другого. Там просто дешевле. КПРФ дешевле, чем если идти в Единую Россию. Поэтому, прежде всего, капиталисты направляются в КПРФ. Прихожу я к вам, но я капиталист. Ну, сейчас капиталисты как отличаются. Такие же пиздаки, такие же одежды. Прихожу я к вам, и вот что я должен первое сказать? Что люблю я вашу партию. Просто вот, от всей души люблю. Могу я вашей партии помочь? Что вы ответите мне? Только ответственно. Вы понимаете, да? Могу. Могу я, согласно закону, вот вам какую-то сумму такую значительную внести, которая бы усилила деятельность вашей партии, в частности, ее влияние в Думе. Увеличила бы число мест. Вот сколько стоит одно место в Думе? Имеется в виду, сколько стоит не так, что дал и покупил. Нет, так не бывает у нас. Все по закону. Ну, сколько нужно на всю эту выбранную кампанию, то есть, сколько нужно всяких листовок, выступлений, пара, в телевидении, все. Это все, я как человек-бизнесмен, все это конвертирую в деньги. Говорю, ну, сколько надо денег, чтобы прошел один человек в Думу? Что вы мне отвечаете? Что бы вы ответили? Сколько нужно денег? Я вам могу подсказать. Четыре миллиона долларов. А вот в ЗАГС у нас бывает и больше, потому что они два миллиарда распределяют уже ежегодно каждый депутат, поэтому это еще дороже. Ну, в Думу надо идти. В Думу, в ЗАГС вот эта мелочь-то. Четыре миллиона долларов. Ну, вот, знаете, я хочу вам дать на десять депутатов, чтобы десять депутатов провели. Сколько это будет? Четыре на десять – сорок миллионов долларов. Вы не будете отказываться? Ну, вы не отказывайтесь. Ну, у меня есть еще маленькая просьба. Могу я просьбу такую, что вот из этих десяти и я был бы один. Я думаю, это нормально. Правда? Во-первых, я люблю вашу партию. Во-вторых, я обязуюсь голосовать. Как скажут в Думе, как вы будете там голосовать, я так и буду руку поднимать. Это вот тут уже мы же люди серьезные, понимаем. Но вы должны, конечно, со своей партией согласовать. Вы тут же сразу идете, вот в этой фракции сидит у вас, уже спрашивают, ну, вот, пришел человек, любит нашу партию. Это как бы ваша речь. Любит нашу партию, хочет нам дать сорок миллионов долларов, чтобы мы могли провести десять депутатов. А вы спрашиваете, а он чего хочет? Ну, он хочет там одно место из этих всех десяти. Но это нормальный компромисс. Даже Ленин учился. Без компромиссов политика не проживет. Правильно? Главное, чтобы через все компромиссы провести свою линию. Ваша твердая линия, да? Вот в эту твердую линию вы через все компромиссы будете проводить. То есть, никто из фракций, пока вот мы не видим, чтобы они возмущались, они как-то певают. Тем более, что они вот, уже тоже вот эти двое сидят, они тоже попадут в число тех, которые будут обеспечены невыходимыми финансовыми ресурсами для победы на выборах. Я не знаю, следили ли вы или нет. Я-то вот читал в российской газете, и были данные о том, кто в какой избирательный фонд, у кого сколько денег сдано. Там, скажем, 400 миллионов было у Владимира Владимировича и сразу от разных организаций. А у всех остальных меньше. Там вот у Грузинина тоже был очень большой фонд. А дальше вот примерно так, как расположено голосование, так примерно и фонды. Причем однозначно называется однотипно. То есть, заведомо были созданы какие-то организации, созданы какие-то ООО или ЗАО с однотипными названиями. Туда давно-давно влели деньги. Деньги ведь можно как-то получать. Или что-то там делать, или туда просто вкладывать. Кто-то, может, граждане там, или другие предприятия, коммерсанты. В избирательный фонд нельзя, а фирме передать деньги можно. А в избирательный фонд уже можно. Вот эти организации такие чистые, у них нет иностранного капитала, ничего. Они могут задавать. Никаких ограничений нет. И поэтому вы будете сидеть на телевидении, как мне говорят, мы, когда будет срегистрированный кандидатом, президентом, и мы будем выступать на телевидении. Да выступать-то вы будете там, видели, там, понемногу, коротко, и друг с другом чуть ли не дерутся, потому что время быстро заканчивается. А вы вот за такие деньги будете сидеть там с утра до вечера на телевидении и вещать все, что хотите. И вас все и запомнят. А этих всех не запомнят. Короче говоря, и превратили мы, и вот стал человек депутатом. И таких там немало. Депутатов. Иногда выясняется, что эти депутаты убийцы. Тогда Следственный комитет ставит вопрос о лишении их депутатской неприкосновенности. А Дума не любит голосовать за это. Потому что сегодня вы, а завтра я. И мы уже знаем, сегодня он в Думе, завтра он уже за границей. Или сегодня он в Думе, завтра в тюрьме. Потому что все равно могут, вот уж если человек многих там убил, и это скрылось, то, наверное, все-таки Дума проголосует по представлению прокуратуры или Следственного комитета. И тогда снимается парламентская неприкосновенность и тогда выбор. То есть в рамках уголовного дела его осужают и он через некоторое время благополучно выходит из тюрьмы. Как вы думаете, долго сидят наши богатые преступники в тюрьме? Недолго. Потому что есть такое, вот вам дали 15 лет, через сколько вы выйдете? Не знаете, что ли? Что, они были и в тюрьме? Как вы в таком возрасте еще не побывали и как-то не прошли школу жизни? Значит, у нас есть так называемое условно-засрочное освобождение. Через половину срока, если человек отсидел, причем вот только начинается судебный процесс, вот здесь у нас люди, которые сидят под домашним арестом. Помните, Васильева сидела у нее в 13-комнатной квартире, она там рисовала картины, писала стихи, прогуливалась с этим браслетом, который передавал данные о том, где она ходит там, по Москве. Так что она как бы под наблюдением Федеральной службы в исполнении наказаний, в СИН, пенитенциарной системы. Вот она находилась и все это время и засчитано в то, что она потом, когда был суд, все это время, что она была под домашним арестом, засчитывалась ей в срок. Или там, увлекаясь, он же под домашним арестом, в срок, или Серебряников тоже под домашним арестом, это тоже в срок. Вот они сидят, 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 потом присудят им там два года, они уже это отсидели как бы. Хотя они не сидели, они просто имели ограничения, так сказать, не везде, так сказать, если вы хотите поехать в другой город, спросите следователя, можно мне поехать в Москву? Вы говорите, ну ладно, приезжайте, когда приедете? Отмечаться надо. А так все хорошо. Но вы и так, в таком состоянии, вы приходите сюда, а мы тоже вас отмечаем, что вы ходите на занятия. Это все равно, что как под домашним арестом. Ничего такого особенного тут нету. Вы за мной говорите, что же есть какой-то надзор? Ходит, не ходит там и так далее. То есть ничего такого страшного нет. Проходит половина срока и на него пишется характеристика в тюрьме. А чтобы на вас была характеристика, что нужно сделать? Ну только не забывайте, что я говорю о людях состоятельных. Как вы думаете, имею я право, вот я сижу в тюрьме подарить директора тюрьмы, ну не с вами в директора, в тюрьме. Цветной телевизор такой, вы знаете, кинотеатр. Ну что бы у директора сидело, если что нужно будет показать? И он сидит и смотрит его. Это говорит о чем? О хорошем моем поведении, как арестант. Ну вот, и вот нет. Пишут, соответственно, что я хорошо себя вел в тюрьме, и поэтому заслуживаю условно досрочного освободения. Далее, это мне 15 лет, но я через 7,5, минус 2 года я был под домашним арестом, а то и 5. Вот, так сказать, немножко 5, если пробыл, до 2,5 годика там посидел. Только сейчас уничтожили вип-камеры, а то и вип-камеры были в матросской тишине. Там все было хорошо, и холодильник, и телевизор. Гораздо лучше, чем у вас дома. Вот, и человек может заниматься, ну, само собой, интернет, ну, сейчас что-то испортили это дело, теперь как-то хуже стало. Ну, не знаю. Подробности мне уже неизвестны. Мне известно другое, что не так давно, 2 года назад, один товарищ из тюрьмы позвонил, вызвал вертолет, ну, как вот, у него есть счет в банке, у него же никто не решал его собственность. Он заплатил по карте, со своего счета снял, чтобы прилетел вертолет. У него, чтобы была веревка, на веревке палка. И вот вертолет приземлился прямо в центре тюрьмы, пока эти самые охранники обалдевшие, на своих вышках, где они стоят с автоматами, смотрели, вдруг видят, идет вертолет, вертолет опускается, этот садится и спокойненько вертолет поднимает сверху, и так, и так, и так. Это было красиво. Но потом все равно его поймали. Но зато он такой полет совершил, красивый такой полет. То есть, если у людей есть деньги, ну, я хочу вам сказать, вдруг, как у нас говорят, тюрьмы, до суда, чтобы вы знали, чтобы вы знали, не перепутали тюрьму, следственный изолятор, вот кресты у нас были, а набережные не вы. Вот я туда ходил, передачу приносил одному своему коллеге, который обвиняли, но потом оправдали. И вот, значит, прихожу я, это такое окошко зарешеченное, у меня взяли паспорт, и неизвестно, когда отдадут. И мы шли. И туда там сдавать нужно только там алюминиевые посуды, майоровые нельзя, там капусту, морковку, то есть все. Один раз в месяц, и то только близких родственников, принимают и каких-то близких товарищей. И все. Но в торце дверка, открываешь дверку, там сидит тетенька за компьютером, а перед ней вот такое меню, что можно заказать для тех, кто там находится. Что можно заказать? А все. Апельсины, копченую колбасу, лимоны, торты, все, иди во все, все возможные ядства, и за заказ всего берут 10 рублей. То есть тут, как бы, все сохраняется, вся строгость для тех, у кого денег нет. А у кого деньги есть? В соответствии с основным принципом современного буржуазного общества, деньги есть, Иван Петрович. Денег нет, пожил сволочью. Так что все, услуга, мы так далее. Поэтому, когда уж очень убиваются и страдают люди, не надо так думать, что они такие страдальцы. Страдальцы – это обычные люди, попали, потому что они какое-то совершили преступление, они их наказывают. а эта публика совершенно по-другому там живет. Я уже не говорю о том, что вот следственный изолятор для чего делается, чтобы люди не повлияли на ход следствия. Они должны быть изолированы от всякой информации. И они изолированы до 23 часов. А в 23 часа приходит надзиратель и говорит, так, 150 рублей, хотите позвонить домой, 150 рублей. Не хотите? Вы хотите домой позвонить? 150 рублей. Вот с волей кого-то привезти, это дороже. Еще что-то сделать? Тоже дороже. Все это, вы же в каком? Если у нас общество построено на том, что то, что я за что заплачу, то и получу, то неужели вы думаете, что вот этого нету в этой системе, исполнения наказания, что там самые морально устойчивые люди находятся. Как вы считаете? Более устойчивые, чем вот в университете. Есть, конечно. Поэтому надо понимать, что какая формация, такие учреждения, это всех касается. Всех касается и всех форм соответствующих. В этом тоже проявляет себя исторический материализм. Поэтому не будем забывать с вами о том, чтобы те не только общественное сознание определяет, но поскольку оно определяет сознание, то и поведение и следует на всю деятельность политической надстройки и юридической надстройки. А чтобы это было совершенно ясно, я предложу вам ответить на вопрос, а что такое право, как вы думаете? начнем с шутки, приходит человек к юристу и говорит, имею ли я правду? Да имеете, имеете. Не, ну я не спросил, имею ли я правду? Да имеете, имеете. Имею ли я правду? Да имеете, имеете. А могу? Нет, не можете. право что такое? Вот бомж сидит на помойке, у него есть право на жилье? Есть. А что у него нет? Жилья. То есть, прогашать права это не проблема. У вас есть право ездить на яхте по Индейскому океану. И что вы не реализовываете? И что тут сидеть? Ну что слушать эти лекции? Это все можно потом посмотреть. Тем более вы прямо будете и плыть по Индейскому океану. Степан Степанович, вы не задерживаете только передачу материалов, чтобы все было хорошо. Да? Ну а экзамен можете. Что вы не можете по скайпу сдать экзамен? Потом сядете на самолет, потом вертолет прилетите, я вам подпись поставлю, вы обратно улетите на свой яхт. Сначала на вертолете, потом на личном самолете. И все будет хорошо. Все это называется общественное бытие, определяет общественное сознание. А что такое право? Право, дорогие товарищи, это возведенный закон воли господствующего класса. Поэтому господствующий класс, он никакими законами не ограничен. Почему? Ну вот скажем, Единая Россия, как представитель, как политическая партия современной российской буржуазии, она в состоянии принять какой закон? Любой. Почему? Потому что у нее есть больше половины голосов в Думе. Ну, соответственно, и в Совете Федерации она имеет достаточное влияние, чтобы и вторая палата, высшая палата, верхняя палата проголосовала. Поэтому все будет хорошо, все будет избрано, закон будет соблюден, и все, то, что нужно будет, а будет обеспечено. Так вот, поскольку правящий класс может провести любой закон, то у него власть не ограничивается никакими законами. Потому что он сам их владеет, творит. А как, скажите, пожалуйста, как называется власть, не ограниченная никакими законами? И это вам слово знакомо, но, возможно, вы и не додумаетесь до этого. Вот как называется власть, не ограниченная никакими законами? Вот, допустим, я пришел к власти, и власть моя не ограничена никакими законами. Как это вы назовете? А у вас вообще никакой власти, это все у меня. Как называется власть, не ограниченная никакими законами? Что значит тоталитаризм? Тоталитаризм – это целое. Допустим, если у вас вся медицина бесплатная, это тоталитаризм. Сейчас уже нет этого тоталитаризма. Идите, можете в бесплатное, а можете в платное. И в Москве взяли и уволили 5000 врачей квалифицированных. Куда они делись? Они пошли в платное. И вы к ним теперь и придете, только теперь за большие деньги. А всего министерство за 3 года здравоохранения выгнало 20 тысяч врачей по стране. И закрыло всякие мелкие медицинские пункты. Если по всей стране закрывается тоталитаризм, то целое. Это касается не отдельных частей, а целого. Тотальность, целостность, всеобщность. Или бесплатное образование. Если оно всеобщее, то это тотальное образование. А если некоторые образованные, другие не образованные. Вот мы жили в период с моим коллегой, когда бесплатный был, всеобщий был специалитет. Мы 5 лет обучались. Имеем право, имели право преподавать в ВУЗе, поступать в аспирантуру. Я, например, закончал матмеха. В аспирантуру поступил на экономический факультет. Вот в этих аудиториях, вот здесь как раз был экономический факультет. Получил кандидатскую диссертацию. Потом учтил докторскую. И тотальное образование. И нигде ни копейки не платил. Никогда. А сейчас? А сейчас вот для докторской нужно 15 ваковских статей. А ваковскую статью, чтобы получить, нужно где-то 8 тысяч. Поэтому 8 на 15, 120 тысяч только вы заплатите за то, чтобы... То, что вы напишите статью, это еще мелочь. Вам же опубликованные статьи нужны. 120 тысяч готовьте. Откуда 120 тысяч у докторантов? Ничего нету. У доцентов маленький зарплат. У профессоров побольше. Но я же не профессор, а докторант. Докторант – это человек, который доцент, который пишет диссертацию. А кандидат тем более и кандидатскую. Вот, скажем, я, когда учтал кандидатскую, две статьи, можно одну статью опубликовать, и все. Где, где угодно. Это вот тоталитаризм, когда в любом журнале можно опубликовать. Это же опубликовано. Но, с другой стороны, в каждый журнал и требованиях предъявляют. Это сейчас можно опубликовать любую чушь. А раньше вы отнесли в журнал, это опубликовано. Если там проверили, сделали рецензию и сочли, что это можно опубликовать. А так просто всякую ерунду не будет. А сейчас вам говорят, вы автор, написали книгу. Видели, там стоят? Давайте вашу книгу, будет опубликовано. А если доплачите, и в Ринце будет она, в Российском информационном научном центре. А откройте интернет, и вам скажут, в Аковске работают. Давайте деньги, будет в Аковске. А если вы хотите в Скопусе, вот у меня есть опубликованном в Скопусе. Это в Скопусе стоит где-то 70 тысяч рублей. Всего на все. И у вас будет нормальная зарплата. И у вас будет не на один год по конкурсу проводить, а на три. А почему? А потому что я опубликовался на английском языке в иностранном журнале. Для того, чтобы тебя оценили здесь как ученого в России, где надо опубликоваться? В России или за груз за рубежом? Вот, я спрашиваю, а вот, а если американские ученые опубликуются в Тамбовском журнале, ему повысят зарплату? Нет, говорят, американского не повысят. А у нас на кафедре есть заслуженный деятель науки, профессор Марахов. Он спрашивает, а чем это отличается от санкций? А заведующий нашей кафедре говорит, ничем. То есть, чтобы, так сказать, утвердиться здесь, надо где-то там опубликовать. А у нас в свое время были доклады Академии наук. Это самая такая престижная публикация была. Не больше одной страницы доклада Академии наук. Одну страницу, чтобы туда попасть, это вот что-то такое. Но, надо сказать, все равно положительные движения есть. Вот наш вестник Санкт-Петербургского университета сейчас, которым руководит профессор Осипов в философии и конфликтологии, он теперь входит в систему Web of Science. И у меня там вот статья есть с моим коллегой. Я вот сейчас опять получу публикацию Web of Science, но уже в нашем российском журнале, в нашем, вообще, нашем университете. Вот какая новость, что оказывается, можно и в России еще опубликоваться. Но это сложно. Право есть, возведенное в закон воли господствующего класса. Поэтому господствующий класс то, что надо, то и запишет в это право. И нужное голосование проведет. И дальше президент подпишет, не волнуйтесь, все будет хорошо. И опубликует новый закон. А он действует с момента публикации в российской газете и в собрании законодательных актов Российской Федерации. Вот и все. И все будет хорошо. Вот это мы, если мы понимаем, как устроено общество, если мы понимаем определяющую роль экономического базиса, экономики, то тогда мы можем объяснить и общественные процессы все другие. А что такое экономический базис и что такое настройка, на этом надо остановиться. Настройка – это идеология, политика, настройка – это всякие взгляды, это сфера общественного сознания и связанные с ней учреждения. А базис – это, строго говоря, производственные отношения. Но производственные отношения не могут просто быть производственными отношениями без средств производства. Без людей, без других средств, без средств производства. Без работников и средств производства. Поэтому, если вы возьмете работники и средства производства, это будут производительные силы. А производительные силы вы возьмете вместе с производственными отношениями. Вот это то живое производство, которое будет двигаться и которое будет развиваться, когда есть производительные силы, работники средств производства и производственные отношения. Это называется способ производства. И способы производства – это такая категория, которая позволяет нам разбираться в истории хорошо. Почему? Потому что за всю историю человечества известно всего пять способов производства. Вот мы с вами четыре революции увидели, всего четыре революции, поэтому учиться очень легко на историческом. Запомнить надо, что это четыре революции и пять способов производства. А способ, а то, что над производством стоит, а именно государство, законы, идеи, то есть политическая, идеологическая, юридическая надстройка, так и называется – надстройка. И вот это образование общества представляет собой такой единый организм, в основе которого основа – это базис экономический, способ производства и надстройка – политическая, идеологическая, юридическая. Вот вместе взятая базис вместе с надстройкой называется общественно-экономической формацией. Общественно-экономической формацией. Уже в этом слове – общественно-экономической формацией. Слово «экономическое» присутствует не случайно. Оно, это слово, это слово нам напоминает, что в основе всего развития и движения самой формации, и движения – это одной формацией к другой – лежит экономика, лежит производство. Производство является то, тем, что является социальным бытием. Поэтому нам надо хорошо знать, что такое производство. Кто-нибудь знает, что такое производство? То есть, производство надо знать не ради производства, а ради того, чтобы разбираться в обществе. Потому что все корни, всех явлений, общественных коренях, они находятся в производстве. Производство что такое? Сдаю более простой вопрос. Что такое труд? Стихи советского времени есть, вот те, кто любит труд, пионерами зовут. Но они на вопрос, поставленный мной, не отвечают. Мало ли, что они любят. А что такое? Что они любят? Труд, что такое? Не знаете, что такое труд? Я скажу, вы мне можете сказать, я же не трудящийся, а учащийся. Чего у меня спрашиваются? Кто-то учащийся, не трудящийся. Если бы мы были вечерниками, мы бы вам сказали. А мы, да, очные студенты. Правильно? Мы можем это и не знать. Ну, вообще желательно знать, что такое труд. Потому что без труда, как известно, не только рыбку не вытащишь из пруда, и вообще не будет функционировать вся экономика. Знаете, что общество не будет функционировать? Так что все в конечном итоге основывается на труде рабочих. Или других производителей материальных благ. Какими могут являться крестьяне, ремесленники и так далее. Что такое труд? Деятельность направленная на получение материальных благ. То есть воровство. Прямо точно подходит ваше определение. Деятельность направленная на получение материальных благ. Сумочка у вас... Можно я подержу эту сумочку? А потом... Знаете, как у нас есть такие специалисты? Подержал человек, потом вернул сумочку. И ничего он не открывал, не делал. А потом вы придите домой. А там уже карточки нет, кошелька нет. Или кошелек есть без денег. Артисты есть, которые очень быстро это делают. И деятельность направлена на получение материальных благ. Воры в метро. Допустим, у вас хорошая зимняя шапка, Михавай. А вы стоите прямо у дверей метро. В вагоне. Объявляет. Осторожно, двери закрываются. Они начали закрываться. С вас снимает человек, находящийся на перроне, шапочку. Двери закрываются. Ты поезд поехал. Привет, шапочки. Очень просто. Ну, вы уедете на остановку. Это вот след простыл. Он пошел, продал эту шапочку, пошел. Закусил за ваше здоровье. Выпил. Это все. Это вот вы такое дали определение, что позволяет так вот рассуждать мне. Потому что деятельность направлена на получение материальных благ. Это очень сложно. Производство еще более сложная категория, чем труд. А желательно такое определение, чтобы через простое. Никто не хочет попытаться еще? Дескать, мы сейчас не трудящие, тем мы будущие трудящие. Тогда мы узнаем в труде. В труде мы и узнаем, что такое труд. Значит, труд. Вы, конечно, близки к этому определению, но так сформулировали, что сюда попали воры, бандиты, уголовники всех мастей. Потому что они по получению. У вас получение было, а надо создание. Но одни создают, другие забирают. Вот те, которые, деятельность по получению у всех капиталистов, они не трудятся. Они забирают прибавочный продукт. Необходимый продукт остается у рабочих. То есть труд – это деятельность по созданию материальных благ. У Маркса есть красивое определение труда. Труд – это обмен веществ между человеком и природой. Между человеком и природой, в ходе которого человек приспособляет вещество природы для удовлетворения своих потребностей. Верно растет, выросло, собрал урожай, обмолотил, смолол. Муку поставил, добавил дрожжей, хлеб зашел, в печку его и получил хлеб. Кушать оно здоровье, только что с пыл и с жаром. Красота. Это труд. То есть можно и так формулировать, очень просто, но это более такое глубокое. Потому что деятельность по созданию материальных благ состоит во взаимодействии с природой. Вот чтобы мы об этом не забывали, скажите, пожалуйста, что нас окружает? Вот это вот, можно ли назвать вот в этой комнате то, что находится природой? Да или нет? Можно, да? А какая это природа? Неживая. Неживая. Горы, долины, да? Это она похожа на горы, долины, неживая природа. Ручьи текут, солнце светит. Вот это что? Созданный человек. Как? Созданный человек. Созданный человек. Ну, не сказать, что человек прямо вот создает природу, то через край будет. Произведенная? Произведенная тоже через край. Вот, интересно, произвел вот такие явления природы. А то вот он, это очеловеченная природа. Вот так вот, Марс говорил. Очеловеченная. То есть природа, над которой человек поработал, поработал, потрудился. Очеловеченная. То есть это же вот, это из дерева сделано, но сюда добавлен пластик. А пластик из чего делается из газа или из нефти? А стены? Краска из чего делается? Тоже из каких-то природных материалов. А стены из чего состоят? Из кирпичей, допустим. А кирпичи из чего состоят? Из чего делают кирпичи, кто-нибудь знает? Кирпичи из чего делают? Вы не делали кирпичи? Не знаете, еще делать кирпичи? А глину видели? Вот разные виды глин. Бывают желтые глины, бывают красные глины, бывают такая голубоватая глина, кембрийская. Вот из этой кембрийской глины делают сначала просто сырые кирпичи, сырые. Потом их укладывают на тележку. И эту тележку закатывают в печь. На ночи обжигают там при высокой температуре. И эта кибрийская глина, вот эти голубые кирпичи сырые, превращаются в красный кирпич. И этот красный кирпич, конечно, раскаленный, выкатывают обратно, он остужает его и все. И он не подвергается потом, когда он обожженный кирпич, он уже не подвергается, он устойчив к погоде, устойчив ко времени. Если они хорошей глиной и хорошо работали, то эти кирпичи могут почти вечно стоять. Кирпичные дома обычно там, даже если их капитальный ремонт делают, все это, середину вынимают, вокруг кирпичи очищают, а потом их снова покрывают там известкой или чем-то еще, облицовку делают, и они служат дальше и долго могут служить. Это что такое? Это очеловеченная глина из кирпичей, то есть очеловеченная природа. Здесь же вот мы что имеем? Вот посмотрите, вот эти стулья состоят из железа. Железо и что делают? Товарищи музеологи, вам же надо этот процесс знать. В общем, это вот к вашей специальности относятся, что делают железо. Потому что производительные силы, как предметы труда, это предмет труда, правильно, над ними работаем. Ну и что делают железо? Железные, стальные стулья, весь остров. На него вот это фанера, фанера еще делают, здесь дерево. Фанеру знаете как делают? Берут бревно, ставят нож и начинают так вот крутить это бревно. И тонкую, 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 так с него снимают. Тонкую, однослойную фанерочку получается. То есть бревно превращается в такой прямой воде. А потом лист так положили, да, поперек, потом вдоль, потом поперек. И получается, вот это бывает трехслойная фанера, а это многослойная фанера. И она очень прочная. Хотя эти тоненькие. Потом покрывает лаком, лак еще делает. Масло, например, натуральное бывает. Берут льняное масло, лен. Видели лен, как цветы у льна, как вот. Геологи, они должны все вот так вот, все видеть, знать. Голубой. Голубой там. Красивый. Можете купить вот льняные семена, а у себя на даче посеять вот так вот. То, что дают для того, чтобы там люди там отваривали и делали всякие себе блюда. А вы можете просто посеять и вырастут, и будет у вас целая голубая лужайка. Льняная. Ничего делать не надо. Ничего не надо. Не ухаживать, ничего. Из льна. Что из льна можно сделать? Из льна можно из семечек выдавить масло, а из льняного масла сделать и лаком покрасить. Ну и так далее. А железо, наверное, вы знаете, делают из железной руды. Если вы идете и видите какое-нибудь желтое такое, желто-красное, лужа такая, желто-красная вода, и течет какой-то ручей желто-красный, значит, тут железная руда есть. Надо копнуть, достать железную руду, из руды сделать с помощью кокса. Сделать чугун, из чугуна сделать сталь. А из стали сделать уже вот эти вот вещи, и приметить этими болтами. А болты, это, понятно, делают тоже стальные, которые обрабатывают на станках. Штангуют или вытачивают. И после этого, так сказать, сидите на здоровье. Вот так что мы находимся, все время общаемся с природой, но сейчас. А человечество. Перерыв. 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 Перерыв.